Сейчас к практическому применению суккота. Практическое применение, как это делать в семье. Вы строите сукку. Вот. Или палатку какую-то растянуть можете. Так, чтобы можно было там трапезу проводить. Так, чтобы это соответствовало раввинистическим традициям. И раввинистическим правилам для сукки. И одно из первых таких требований. Так что нельзя эту сукку строить на постоянной основе. Так, чтобы можно было видеть звезды. И чтобы крыша не была такой плотной. Чтобы можно было прочувствовать всю временность сукки. Идеальный вариант — это кушать и спать в суке. И трудно это сделать в холодном климате. Но когда мои дети были маленькие, мы это делали. Ну, в основном мы просто там кушали в суке. Но вы украшаете сукку красиво. Вы развешиваете настоящие или искусственные фрукты, развешиваете декорации и свет. И когда вы собираетесь с детьми и друзьями, то передаете историю о жизни в пустыне. И также применяете, рассказываете, как каждый вечер, различные истории. И помахиваете лулавом и етрогом. И в раббинистических традициях вы махаете в шести направлениях, машете север, юг, запад, восток, вверх, вниз. Потому что Господь — царь над всей вселенной. И в синагоге не так уж много добавлений к молитвам есть. Они молятся за дожди. И вы видите дополнение в молитвеннике. И поэтому основное празднование происходит дома. И что важно, если вы находитесь в Израиле? Каждый приходит к храму к западной стене со своим етрогом и лулавом. И Коханим благословляет весь народ. Это очень празднично. И что дом является центром. Семья. Есть ли какие-то вопросы? И есть благословение над лулавом и над трогом. Но есть некоторые из этих благословений такие мистичные, что... Я бы сказал, просто уделить внимание, прилипиться к основным благословениям. Как все основные благословения. Основное благословение, посвятивший нас заповеди, давший нам праздник Суккот, заповедовавший нам жить в Суке. Иногда проникают странные каббалистические толкования. Это можно сказать, здесь 20% Сидура, такая странная часть. Какие каббалистические моменты в праздновании Суккота? Какие каббалистические импликации имеются в Суккот, в праздновании Суккот? Если взять благословение здесь... Если взять благословение здесь... ...вотите минутку. ...диви-диви-диви... ...диви-диви-диви. ...диви-диви. ... It looks at the Lulav and Etrog being symbolic of the letters of God's unified name. Лулаф и Атрок — это символ единого имени Бога. Пусть даже они будут ближе друг к другу, чтобы объединились в моей руке, и чтобы злые силы даже побоялись приблизиться ко мне. И пускай вот это помахивание четырьмя видами растений будет вменено мне как исполнение всех 613 заповедей. Поскольку мое намерение в том, чтобы объединить имя Святого, все это связано с каббалистической идеей букв, потом объединение имени Бога, я должен что-то сделать, что-то мистичное, что-то такое. Как Вы относитесь к тому, что мессианские евреи, некоторые из каббалистического учения, черпают себе в жизнь? есть ли там что-то, что можно причислить к новому завету? И как Вы лично относитесь к каббале? What's your attitude toward those Jews, which implies something, take something from kabbalistic teaching? Второй вопрос какой? Есть ли там что-то, что можно причислить к новому завету? И как лично относится? Каббала — это смесь вообще. Очень более опасная смесь, поскольку в ней задействована космология, которая говорит, что Вселенная состоит из десяти уровней, десяти сафарот, и что благодаря мистическому процессу вы проходите различные десять уровней мистики, и каждый уровень охраняет каждый один ангел до тех пор, пока ты не войдешь в мистическое понимание Бога. Но, как говорят в каббале, если Вы достаточно зрелы, Вы можете сойти с ума. Но это не похоже очень на Библию. И каббала не похожа на Библию, но больше похожа на персидский оккультизм. Происходит манипуляция словами, цифрами, числами, и часть, как бы, обнаружения этих таинственных значений. С одной стороны. С другой стороны. Потому что каббалисты пресли в облопе, в облопе. Они пресли в облопе, в облопе. Пресли в облопе. Да, Вы знаете, как можно сказать это в России? Да, они близко к облопе, как близко они могли быть. И что взять, что можно сказать, каббалисты, они слишком близко подходили к этим границам, непозволительным. И они желают и готовы идти в том направлении, куда вообще основной иудаизм не шел. Поэтому даже это утверждение того, что Ишуа умер за наши грехи, Мессия умер за наши грехи, есть в каббализме. Это единая природа Бога. И даже идея божественности Мессия. Вот поэтому другие евреи очень сильно огорчаются из-за хасидов. И нужно быть очень осторожным, прежде чем подходить к этому. Перевод Захара, Переводчик Захара, Захара, основная книга мистицизма Каббалы. Он был мессианским евреем. Перевел на английский. Паул Левертоф. Известный теолог. Из-за этой части Каббалы. Он хотел, чтобы это стало мостом евангелизма. Хорошо, теперь. Да. Хотела бы я уточнить Ветхий Завет, который в основном говорится к еврейскому народу. И там есть, конечно, когда Господь говорит о других племенах, о других народах. Но я слышала, что многие из харизматических церквей, они применяли к себе слово то, которое говорилось конкретно к еврейскому народу. Правильно ли это? Существует применение к церкви по аналогии. Я называю это дополнительной теологией. Но не в том плане, когда замещается первоначальное значение. Нужно сохранять первоначальное значение. И всякий раз, когда мы применяем это в отношении христиан, всегда нужно ясно говорить, что первое значение было для евреев. Теперь Ханукка. Давайте Пуриму. Малые праздники. И можно сказать, Пурим — малые праздники, он не совсем соответствует этой модели. Это очень просто. Книга Эсфири, или Хадаса, когда народ был избавлен от смерти во время персидского правления. И это стало праздником, но не по Торе, но традиция из этой книги. И что еврейские лидеры времен плачали это. И постоянно это происходит. Вы знаете об этом. что рассказываете историю из книги Сфиль, и Пурим шпиль, одеваетесь в костюмы, трещотками делаете шум при имени Амана. И также другие, как бы, другие случаи избавления Израиля также указывают на окончательное избавление в конце времен. Кто из вас праздновал Пурим ранее? Самый великий автор Пурим драм для мессианских евреев — это Мойша Моррисон в Израиле, возле Хайфы. Он раньше был в Балтиморе. А теперь он пишет эти драмы, которые, можно сказать, они параллельны с современными фильмами. Не знаю, можно ли понять этот юмор. И он, получается, написал, есть «Звездные войны» и «Стар Ворс». Он написал «Стар Ворс», как бы, «Война эстери». «Стар Ворс». А, получается, «Кидиш» — это благословение над вином, а «Карате» — это «Карате Кидиш». И, конечно, ему надо было перевести это все на иврит. И в этом «Карате Кидиш». Вместо того, что, как бы, царь избрал царицу по ее красоте и за ее красотой, он показал, что она лучше, чем другие владеют карате. Поэтому она должна была перебиться рукой в мацу, кипу мацы такой. Как карате прямо, мацу перебить. А, и потом еще на английском языке это «Визард», он говорит «Эстер Визард» — это «Волшебник Оз», ну, из «Румудный город». он говорит «Эстер Оз». Эстер из Оз. Я думаю, что тот, что мы выможете… Фиддлер на крыше — это скрипач на крыше, он говорит «Эстер на крыше». То, что приехали в царскую Россию, и царь и за царем такая картина висит Маркса и Ленина. Но это не Карл Маркс и не Владимир Ленин, но Джон Леннон, и Граучо Маркс — известный еврейский юморист из Америки. И в чем вообще смысл? Нужно глупым быть на Пуре. Джон Леннон и Маркс. Ханукка теперь Ханукка происходит от… Леханук — посвящать. И это празднование войны освободительной за 165 лет до рождения Иешуа. Очень необычным способом. Когда Маккавея поразили еленистическое правление Силифкидов, которые жили в северной провинции, восточной, которые окружали Израиль. И они пришли от империи Александра Великого, если взять Патолемей из Египта и Силифкиды на северо-востоке. Это удивительная победа. Ханукка — празднование повторного посвящения храма. Это восьмидневное празднование. История такова, что восемь дней празднования, и масло оставшееся храме, при посвящении храма, было только масло на один день, его хватило на восемь дней, до тех пор, пока они изготовили новое масло. Но вполне возможно, ну, не это основная причина восьмидневного празднования. Настоящая причина, и что находится в тексте, они хотели праздновать Суккот, но он уже прошел Суккот. Поэтому они по-любому захотели праздновать Суккот. И поэтому как в Суккоте, так и в Ханукке одинаковые символы присутствуют. И тот и другой праздник — праздники света. И на Ханукку мы дарим подарки, затем последовательно зажигаем свечи на миноре, рассказываем историю о Ханукке детям, и также существует несколько добавлений к синагогальной службе. В Западном мире некоторые евреи, которые частично ассимилировались, у них не елка, а у них как хануккальный куст. Что это такое? Это рождественская елка, называют хануккальный куст. Они не хотят, чтобы их дети как-то в стране остались, поэтому называют… Поэтому Ханукка — это праздник, когда все раввины проповедуют против хануккального куста. Ну, либеральные евреи по-любому делают, несмотря на протесты тех. Разве это не смешно? Нет? Я думаю, что это смешно. Я думаю, что это смешно. Ха? Мы поставили хануккабушу на наш дом. Что касается Санта-Класса, whom they have to come? Некоторые люди говорят, которые говорят, что празднование Рождества — это по-языски. Ну, я знаю, что были языческие праздники тогда. А? Они тогда использовали вечно зеленые растения, в римские дни. Но ведь сезонные праздники универсальны. В любой культуре. Значение символа в применении зависит от той общины, того общества, которое применяет этот символ. Поэтому вопрос рождественского елки или хануккального куста состоит в том, что суть в том, поможет ли это вам в вашем призвании служить еврейскому народу. Нужно это все взвесить. Если Ишуа был зачат в период Ханукки, то не будет неправильным, неверным вспоминать его во воплощении. Тогда христианские химны о его пришествии в мир замечательны. Поэтому не зависайте. Не надо чувствовать себя как-то странно, не переживайте. Слишком по этому поводу. Ханукка. Время подходит к концу. Завтра что мы сделаем? Девятая Ава будем изучать. Также Йом Ха Шоа. Мы сделаем Йом Ха Ших Ру. Йом Ха Ацмаут, как День независимости Израиля. Йом Ха Ацмаут. Завтра будем изучать. Завтра будет изучать. Найдер на уровне. Завтра будет изучать Ишу. Девятая Ава.